Виноградный самогон Сколько тебе уже? 37-38? Мне 37 лет А это, извините меня, урожай 1984 года Урожай 39 лет назад Получается, с учетом того, что ты бутылки поставил Так еще на 2 года тебе старше Это он ровесник Жени Да Это Сараджев Дагестанский коньяк Я думаю, все уже знакомы С этим заводом Линейка у них обширная У нас на канале мы уже записывали Дагестан 13 лет Дальше там идут по возрастанию 15, 20, 25, 30, 35 По названию, где именно сейчас не вспомню Там Багратион 15 или 20 Россия 15 Получается 20 значит Багратион 25 по-моему Петр Великий Короче не суть, кто захочет прогуглит Это все есть Сараджев Это, получается, основатель Завода Коньячного Ну и самый старший, получается, коньяк Да? Да, самый старший То есть вершина У них, по-моему, даже, если не ошибаюсь На сайте Ну это, получается, линейка лаборатория Условно говоря Сделана с Ругучом И обычные самые дешманские Просто наклейки Типа, чтоб просто были Понимали, что это Ну без понтов Да, насколько я знаю Даже, по-моему, на сайте Даже до Сараджева не дошли Ребята, короче, смотрите Здесь понты Внутри бутылки Ну да, 35 лет Нет Ну горнушка Не, но горнушка Сейчас никем не удивишь Сургуч 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 Первый раз, что ли, мы его видим Ну, в общем, 35-летний коньяк Ценник Его Ценник Я его в России приобрел За 5500 российских рублей Это было где-то, наверное Ну почти полгода То есть, грубо говоря Это на белорусский Там 170 где-то Ну сейчас чуть больше Там, наверное, где-то Это под 180-185 Ну вот Вот Такая А в сравнении просто Хочу сказать Что вот Багратион 20-ка, да, если не ошибаюсь В магазине Я был в Белынычах У них там, короче, такой магазинчик Типа написано Элитный и не только алкогольный Короче Белыныча Багратиона продают? Да Там, короче, линейка Там примерно Похоже Все как на этот Ээээ Как в кристалле То есть Там вот эти все Бальзамы Там, водки Эти стоят И потом, типа Небольшой такой Стеллажик Где там Глинфидзик стоит Там Коньяки какие-то Непонятные Белорусские Типа Скирмонта, да И там И Багратион Такой Ну прикольно Что вообще это есть Так Ну он там, наверное, стоит уже лет пять Еще лет пять будет стоять Вот эту историю надо было рассказывать Когда мы это уже раскроем Ну, наверное, надо этим Да Мы хотели, конечно, немножко пораньше открыть Чтобы надышалось А Но, может быть Еще о чем-нибудь поговорим В моменте Как его вскрывать-то? Сверху может Я просто пилю 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 И Он такой, знаешь Здесь вот это вот Сургучий Тут такой воск Скорее залитый Смотри, видишь, как он Фигачит таким Это не Мейкер смарт Который так подрезал Да Тут такое аж пылью Какой-то лупит О! Что-то О! Вот она начала трескаться Вот Сейчас Ну я весь в это О! Все! Пошло-пошло-пошло Все! Мы его ломанули И Вот Мы все засыпались этой штукой Да Ну решили, что Попробуем Возрастной напиток В Вискариум Лампочка Как кому удобно Ну Хотя Мы посчитали с Ваней Что отсюда Получше раскроется Именно возрастной напиток Который не Ну там считается Не выше там 45 Слушай, ну здесь конечно Да, вот как ты говоришь Не Мейкер смарт Который здесь видно Что это 35 лет назад залили Серьезно Не, ну залили же они Закрыли же Они же когда там разливали Года 2-3 назад Понятно Ты солил именно сам Ну слушай, здесь вот Даже не Потрогаешь Это какой-то такой Ну Да Как-то лакированный Даже сверху Ну Так оно такое И сухое Сухое Я же вот попытался Я думал сейчас как на Мейкерсе Знаешь что Опа Оно тут пойдет срежется Афиги там Там на Мейкерсе Как будто Все отсохло Вот эти куски Как будто ты вот так Поджимаешь Они разваливаются Ну Давай Смотреть что это будет Ну Конечно Видно По цвету Что Да Ну По составу Почитаю уже Чтобы Что там не кричали Коньячный дистиллят И все Значит Нет О да Здесь Дистиллят коньячный Не менее 35 лет Выдержаны Полученные дистилляции Виноматериалы из винограда Сортов Агрока цители И алый терский Вода Вода Сахарный сироп Вода И сахарный колер Возможно наличие диоксиды серы в пределах нормы содержания в исходном сырье Ну и содержание вредных веществ превышает норму Это просто Даже За счетом того что он не продышался это бомба Сейчас Попробуем Я пока не Короче я начну первое впечатление Во-первых это очень классная цветочность Это ягодность Шлейф очень хороший Фруктов Причем вот первые идут фрукты такие прям молодые-молодые То есть персики и абрикосы Чуть ниже идет дерево прям такое тяжелое крепкое Очень интересно переходит Тут вплоть Тут вообще фруктовый спектр сумасшедший Очень яркий такой Причем вплоть от наших фруктов вплоть до манго-банан Да-да-да есть такое Знаешь типа вот такое Сахаристость Но это вот скорее вот Это переход там В общем какая-то вишня сливы вместе с дубом Они вот это вот все с сахаристостью И причем не вишня Запах охранительный Я такого вообще не люблю Очень классный Я тоже первый раз это нюхаю Потому что если там какой-нибудь Дагестан Там более именно сухофрукты такие более плотные Но не простые У меня легкие отголосы Камики Сакура Вуда Ну вот эти фрукты Вот эти цветочность Вот эта легкая Знаешь вот это вот такая прямо Всего вот этого А ну крепость 40 да здесь? Еще да 40 градусов Еще знаешь типа какая-то такая легкая Лимонадность есть То есть Душесность я бы сказал Да-да-да То есть вот эти яблоки Груши Они такие вот яблочные Да вот именно лимонадные Такие знаешь Газированные Летучие я бы сказал запахи Но они такие плотные такие Вот прям такое ощущение Что у тебя Вот эти Мармеладки Мармеладки Как будто они тебе вот прям Ставили Мармелад Здесь вообще Тут И причем запах Вот вы его нос относите Подносите Он начинает дальше 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 И мне нравится там дерево Оно такое прям плотное Такое я бы не сказал что оно сладкое Но наоборот Оно причем это дерево Оно сначала проступает Потом скрывается Потом приходит Да я называю это благородным деревом Здесь вот честно По запаху По игре Запаха Это вообще наверное Один из самых Если не самый Бомбический напиток Который я нюхал Мне очень нравится тем Что здесь нет попыток В какие-то тяжелые Туда внизу Там не где-то спрятаны Эти все ароматы А вот мы открыли Я думал надо постоять Уже сразу классные ароматы Мне кажется Чем дальше Он будет больше бомбить Вот да Сейчас вот вишни стало больше Такой У меня сейчас вот пошли Даже такие травянистые Немножко тона Легкой полыни У меня вообще Вот эти луговые цветы У меня сразу пошли Вот они очень-очень яркие Есть немножко Есть и бурбоновая Лаковая 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 Ванильная Я бы еще сказал Такой знаешь Перец Вот этот душистый перец Не черный именно Вот Может спесы такие Они такие даже не очень Лавровый лист Чуть-чуть Ну вот это вот Гвоздичка Есть Вообще бомбезно пахнет Конечно Я не ожидал Такого запаха Вообще Вот если вы хотите Понять как напиток Знаете Вот он делает От Я говорю Он здесь От тропиков Приходит в наши широты Спускается под землю Подывается куда-то в небо Опускается в море Здесь вообще Здесь столько всего Ты знаешь Ощущение того Что В таком возрастном Грубо говоря Напитке Есть ощущение Свежего винограда То есть оно прямо Такого яркого Искристого Да здесь есть Все что угодно Давай Хватит Хватит Это самое Факать А ну да Кстати может быть еще Вопрос в вискариуме Нюхай Может в другом будет по-другому Ну кстати вкус тоже интересный И не сказать что такой богатый как запах Он больше такой Больше в дерево уходит Черносливого Дубово Шоколадный В конце после вкуса длинный Да Шоколадный Чернослив Такой замоченный Прям наверное не свежий Такой прям замоченный Который Просто такой Знаешь когда Покупаешь Чернослив не высохший В дупеле А вот который такой Ну Который еще Как это сказать Я называю Влокноватый После вкуса Точно горький шоколад Дерево Прям такое знаете Дерево Да Причем хорошее Деревашка такая Блин я не знаю даже с чем это сравнить Вот просто ощущение Когда вот Ну такой моряный дуб Какой то Ну что то такое Что то похоже Но он не такой кисленький Что еще Есть какая то Травянистая тема Такая на фоне Она вот Но достаточно Знаете такой Достаточно Строгий Строгий И Не супер плотный По плотности Наверное Какой По плотности Вот он Не очень Наверное Строгий Ну как не плотный Он просто Как бы Такой достаточно Вопрос 40 градусов Да Я водянистый Не хотел говорить Но типа того Да Ну слегка есть водянистость Но здесь Вопрос в том Что для коньяка Возможно и не нужна Крепость повышенная Потому что вот Пили мы Ереван Да Он классный Вкусный Но там Чтобы прочувствовать Его надо Вот так Выцеживать Аккуратненько Да Слушайте Это можно пить Ну Ты даже сказал бы Нужно пить Да жалко Ну закроем Постоять Еще Как раз Продышится Продышится Сейчас прям За весь обзор Ну хорошо скинулись Надо выпивать Не Ну вообще вкусно Это Это Определенно Напиток High Класса Да Это вот Ну знаете как Если Брать Напитки Элитные Обычные Это элитные Я просто Коньяк Первый раз Сколько наверное 35 лет Точно Я просто вспомню Какой коньяк Именно коньяк пил до этого Самый старший Наверное Тоже Наверное даже Двадцатки не пил Наверное где-то Лет 15 Даже может Дакистан Это было 13 Просто так не вспомню Ну короче это было Мы с тобой записывали По-моему 15 Или мы пили с тобой 15 Или 17 Слезы лозы Ну там другой профиль Там немножко даже сравнивать И что там А мы с тобой Пили недавно 18 лет старейшую Но он был совсем Задубленный Да Ну типа это разный Даже если так Брать до двадцатки Даже учитывая Что мы его с тобой Пили немножко Не в самом дегустационном Состоянии Там не суть Там просто Ну ты все равно понимаешь Хороший напиток Либо нет Ты можешь уже там На полутонах Где-то не добрать Но я просто к чему То есть Вот такой скачок И я просто не знаю С чем это сравнивать На данный момент Ну априори А приори Очень здорово Очень классно На данный момент Это наверное Бест коньяк Что я пил Да Это даже у него Того Которые за 400 долларов Тебя Да 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 О Кстати тот был 25 лет Вот сейчас шоколадки Больше деревяшки Стало такой Ну там был дуркменский А не там Курвазье был какой-то Крутой Ну боже Курвазье Ну то есть Я не знаю Но я в те годы Проблема Выпил И типа не было Этого Но тогда Нам Жене он понравился Но Не на 400 долларов Ну а тут когда Условно говоря За 55 долларов Можно купить Классный напиток Он очень хорошо Играет Понимаешь В аромате вообще бешеное Мы с Женей выпили из граненого стакана Салом заедая Прости нас господи За то что мы это сделали Очень потрясающий аромат Прям Аромат Вот прям Короче давай Выставлять нашу оценку Давай я сейчас немножко на вкус Еще одно Чтобы Точно И Потому что мы сейчас просто Я понимаю что вот с этим вот Я могу сидеть Болтать о том Какая-то классная штука Еще минут 30 Виноматериал хорошо Берет вверх Такой В горечь Дерево Чуть-чуть послевкусие Наверное Есть Чрезмерная горечь Ну это понятно Из-за возраста Вот Ну и стандартный набор Типа сухофруктов И такого На самом деле Главное достоинство этого напитка Это его запах Аромат Он кстати вот Что мне очень сильно нравится Да Там есть вот это ваниль Вот это пыльца Вот эти цветы И послевкусие длинные Но они Ну понятно Уже 35 лет Все послевкусие Смотрите И получается Вот Пыльца Там Ваниль Медовость Ягоды Всевозможные Мне нравится Что он не останавливается То есть он не просто легковесный Он лезет туда Он начинает С этого аспекта Начинает вот так вот Пошел сюда Потом пошел сюда Потом поднялся вот сюда Потом завернул вот так Он так И ты сидишь просто Вот мы первые минут 10 наверное обзора Вот просто сидишь Нюхаешь 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 И у тебя постоянно что-то новое Раскрывается 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 И даже сейчас Вот ты подносишь А тут еще новое Тело Сейчас У меня Вот сейчас больше Такое Травяное Коренное Всякое Вот У меня какой-то новый спектр А А вот сейчас опять Тропики наверху У меня еще Знаешь себе спектр Нет Ну вот здесь сейчас уже ближе К классической Коньячной фишке Черносливого Вот Мне такого знаешь Строгого Ближе к армянскому стилю Такого вот сейчас В аромате Вот И вот в послевкусе Наверное единственное Для чего можно придраться Есть маленькая такая Небольшая коричь Которая свойственно Не очень хорошим бочкам Но она такая минимальная Она улетучивается На восприятии Мне кажется Это просто фишка Очень большого Да Я боюсь Что у любого Знаешь Меня удивляет Что здесь Ну По сравнению с тем же старейшим Извините Который в два раза меньше Простоял в бочках Ну Получается Если там был Передук Прямолитейший То здесь Они умудрились Создать Что-то Что даже Столько лет От дерева Попитаясь Ну вот этим вот всем Ну можно и новая бочка То есть Ну рефильная Единственная Претензия Которую к нему я предъявлю Ну могу предъявить В принципе Это вот это вот Разбавленная Вкусовая Мне бы хотелось Здесь Знаешь как Не Не Там Шестьдесят Сорок пять Сорок семь Ну я по крепости не скажу На самом деле Может там Плотнее Хочу Да Ну вот я тебе говорю Вот эта горечь которая была Мне она не понравилась Из-за того что она Немножко разваливающаяся была Да То есть она если бы была плотная Она бы тебе такое Ух Да Она бы наоборот сделала тебе Да А так немножко она стала А так она такая Вроде горчила И вроде недостаточно Для того чтобы завести Но это просто ребят Это мы уже просто придираемся Так чтобы было понятно Не Чтобы вы понимали Это девять плюс Да однозначно Ну по мне оценка девять с половиной И то девять с половиной Это чисто из-за того что Слушай давай так Если для коньяка Вообще На уровне того что я пил Я могу сказать и десять Да Потому что лучшего я ничего не пил Просто ну Мы с вами как всегда Оставляем чуть-чуть Поросторг для маневра Смотрите Тут еще Да во-первых для маневра А во-вторых Ну во-вторых ценовая категория Все таки такая Да нет Для такого Для таких Нет Для такого уровня напитка Это очень дешево Нет Давайте так Уровень напитка Достойнейший Я просто к чему идти Даже если вот сходить просто из коньяков И даже переходить там в виски Ну ну это все равно В принципе Даже если это просто брать Как искусство Вот это искусство Вот это я поверю Нет Я понимаю вот Когда вот такое что-то пробуешь Я понимаю почему существуют вот эти вот напитки За там 50, 60, 70, 100 долларов и так далее То есть ну Потому что действительно вот это вот Ну Ребят Стоял В 1984 году собран виноград Который Сюда поставил То есть моя жизнь по сути прошла вот Пока этот напиток получили Да Самое противное в том что на самом деле есть как хорошие напитки Есть и плохие там за эту стоимость и за дороже Нет конечно И ты пока это не попробуешь ты ну не поймешь Более чего В том то и фишка что Если ты покупаешь за такую стоимость Извините меня напиток Офтоп Немножко про предыдущую запись Да Ну не суть Ну какая разница Я просто не буду говорить что за напитки Просто Ты заплатил сопоставимые деньги Да С этим И как бы Когда ты получаешь Ну Брали напитки Которые не стоили явно своих денег Поэтому Да Бывают как попадания Так я просто не могу Да Ну здесь знаете как Слушайте это во всем Вы можете где-то и в недорогом сегменте найти что-то вкусное Короче Я про что говорил Про 10 баллов Смотри Если бы в этом Грубо говоря В весовой категории В этой Я бы уже попробовал там Хотя бы 5-10-15 напитков Ну да Я бы уже мог сказать что Да Ты наверное заслуживает Значит мы с тобой 30-летних Копили Да А так это грубо говоря Просто удочка заброшена О классная рыба Ну ты ж не знаешь какая там дальше рыба Да Может там карасят ловил самого большого А там он больше нету А может наоборот Мы так в свое время в слезы лозы были зашли И мы там какую-то достаточно очень высокую цену поставили 13-ку по-моему там 9-ку поставили Да Сейчас бы я ее откатил конечно Ну тогда просто показалось что Ну казалось что там 300 рублей не бывает хороших коньяков Там вот такая неплохая Нормальная А там прямо очень хорошо было На тот момент Ну то есть Вопрос в том тоже что наши оценки Надо не как абсолютно воспринимать А мы же тоже со временем развития канала Мы как бы тоже немного развиваемся Растем Да это же не в развитии Не в развитии Именно напитость Когда ты попробовал Нет это однозначно Когда мы записывали обзоры в начале Да там условно имея за спиной там не знаю там 50 напитков А каких-то И сейчас имея за спиной 500 напитков Это немножко разные Да Тем более напитость Даже чтобы люди не говорили в плане того Ой вы там не помните Это Да возможно ты сейчас просто не вспомнишь Но всегда есть мышечная память Которая хоть какие-то остатки оставит Иди попробовать через какое-то время Попробуешь какой-то более резкий напиток Он тебе уже покажется невкусным Ты даже не сможешь себе объяснить почему Ну ты просто такой А не я это уже не хочу Мне это уже не нравится Короче Будет возможность Я Советую От себя лично советую попробовать Хотя бы приобрести там допустим Несколько человек Складчину На два на три человека По две тысячи россии Если что там Хотя нам уже не один человек там писал Ай Дагестан не коньяк Ну не знаю Мне коньяк Нет Дагестан если тринадцатка Она Хороший коньяк За свои деньги Если там вообще там за 700 рублей Но с этим она рядом не стоит Потому что это разные уровни Да Это знаете как там Днепр Могилёв и Реал Мадрид сравнивать Ну Плюс-минус Да наверное То есть это Просто разных порядков Так Ну Честно Если вы Имеете доступ к напиткам Вот этих ценовых категорий И прочее Ну и покупаете Если вы не пробовали Я вам советую Здесь советую Потому что за эти деньги Коньяк такого уровня И таких лет Я Пока не знаю Других такого уровня Вот Всё Большое спасибо Все французы стоят там В три раза дороже И не факт Ну Некоторые Некоторые не такие раскрученные Есть в два раза дороже Просто Не факт Знаешь У многих вот есть эта магия Это французская Значит это хорошее А это вот у нас произведено Значит это фигня Ну Знаете как Отрешитесь Вот Этикетки Ну Это давняя проблема Это что ну грубо говоря Всё равно так или иначе Каждый человек Живёт мнением Которое ему навязано В любом случае Ну и он так Просто нет Просто кто-то Воспринимает эту информацию Как более приоритетную Кто-то как менее приоритетную Вот и всё Я не говорю Что надо там сейчас пойти И деньги Не знаю На образование Ребёнка Забрать И купить Ну вот Вместо Кристалхи Ну допустим Если просто там Вот Вы всё равно На праздник Собираетесь Потратить На бутылку там Ну условных Допустим 150 рублей Ну добавьте Купите 180 Да Вместо Хиеноси Какого-нибудь Молодого Весь Если есть возможность Просто попробуйте Единственный минус Потому что В Беларуси Наверное Его так не достать Надо чтобы Кто-то и знакомый Честно Когда уже идёт вопрос О напитках Этой ценовой категории Многие кто хотят Они находят И достают Мы вот живя В Беларуси Многие люди В комментариях Иногда пишут Типа Вот вы обозреваете Где мне это купить Где мне это взять Где мне найти Да там из России Что вообще российское Ну белорусы Есть такая категория Которая пишет Ребят Ну слушайте Ну мы же тоже здесь живём Ну мы же как-то нашли Достали купили И так далее Было бы желание Я всегда в этом плане говорю Да Вот и всё Поэтому За то чтобы Ваши желания Совпутались Вашими возможностями Присоединяюсь ко всему Вашесказанному Это очень вкусно Это очень вкусно И вон